Здравствуйте! В эфире информационная программа «Республика» с главными новостями региона. Познакомлю вас я, Татьяна Трофимова. Смотрите сегодня. Незаконный оборот меры по борьбе с распространением наркотиков и контрафакта обсудили на видеоконференциях. Горим, не горим. Спасатели Чувашии готовятся к новогоднему усилению. Уникальные фотографии, необычные истории. Завершился проект к юбилею Чебоксар. Сегодня глава Чувашии принял участие в обсуждении важных изменений в законы, которые планируют принять на федеральном уровне. На повестке двух заседаний, прошедших в режиме видеоконференц-связи с руководителями регионов, борьба с распространением наркотиков и незаконным оборотом продукции. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. В ряде регионов страны объемы наркоторговли продолжают увеличиваться. Причем нередко в незаконный бизнес вовлекают тех, кто уже отбывал сроки за продажу психотропных веществ. Одна из задач – создать эффективную систему социальной реабилитации осужденных. На одном из недавних заседаний в Доме правительства глава республики поручил открыть специализированные лечебные центры в исправительных колониях. Чтобы получить результат достойный, чтобы ни один человек по решению суда не остался в стороне, а прошел все те процедуры, которые обязаны пройти. То, что ему по нормативу, по функционалу предписано. В ближайшее время в стране будет принята стратегия антинаркотической политики до 2030 года. Этот документ станет основополагающим в работе властей регионов. Сейчас одна из главных проблем, которые необходимо решать – реализация психотропных веществ через интернет. С продажей наркотиков в интернете начали бороться и кибердружины. Они занимаются поиском сайтов с противоправным контентом. Министр внутренних дел страны отметил, что эту инициативу необходимо поддерживать. В этом движении участвуют школьники, студенты, преподаватели образовательных организаций. Они не только пропагандируют здоровый образ жизни, но и оказывают содействие органов внутренних дел. В современных условиях они должны стать неотъемлемой частью цифрового просвещения и обучения. Еще одна проблема – реализация сильнодействующих препаратов в аптеках без рецептов. Пресечь незаконный бизнес должны помочь новые нормы Уголовного кодекса. Максимальное наказание нарушителям увеличили до 8 лет лишения свободы. Выявлено свыше 1000 административных правонарушений. Благодаря принятым мерам в отдельных субъектах положение делать удалось лучше. В следующем году планируется ввод в эксплуатацию системы мониторинга движений лекарственных препаратов. Использование средств маркировки позволит полностью отследить всю цепочку от производителя до конечного потребителя. В следующем году планируется ввести и систему маркировки бутилированной воды. Эту продукцию подделывают чаще всего. Каждый год в регионах страны из незаконного оборота изымают миллионы литров. Эту проблему с главами регионов обсуждал министр промышленности и торговли. Мы знаем, что на основном контроле тема регионального оборота ванны находится в Совете Федерации. Работка вопроса ведется на площадке специальной рабочей группы по противодействию законному обороту упакованной петиломанной, включая природную минеральную полону. Вода – это очень существенный продукт для нашего организма, имеет накопительный эффект, как было сказано, как положительный, так и отрицательный. Поэтому этому вопросу придается очень большое значение. Завозимой в магазины региона бутилированной водой Михаил Игнатьев поручил наладить тотальный контроль. Дмитрий Ковалев и Валерий Лисюков. Республика. По данным на 18 декабря, 90% вкладчиков Чувашкредитпромбанка получили выплаты. Такую информацию нам озвучила заместитель директора Чувашского филиала Россельхозбанка Светлана Павлова. Напомню, именно этот банк назначен агентом по страховому возмещению. Выплаты производятся на территории четырех субъектов Российской Федерации Чувашской Республики, Республики Мариэл, Москве и Санкт-Петербурге. Страховое возмещение получили более 9 тысяч вкладчиков Чувашкредитпромбанка, включая 1700 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Выплаты продолжаются в штатном режиме. Остались небольшие суммы. Мы рассчитываем, что к концу года более 98% получателей уже получат страховое возмещение. В любом случае, еще в течение не менее одного года мы будем готовы принимать заявление и будем производить выплаты на основании заключенного договора с агентством по страхованию вкладов. В столичном микрорайоне «Новый город» появились контейнерные площадки нового типа, заглубленные в землю. Об их преимуществах и особенностях использования Ольга Пырочкина. Микрорайон «Новый город» давно стал площадкой для своего рода коммунального эксперимента. Здесь установили контейнеры для раздельного сбора мусора, закрытые контейнерные площадки. И вот теперь такие заглубленные мусорные контейнеры. Основная часть бака под землей и крышки прикреплен мешок из специального особо прочного материала. Контейнеров на площадке два разного цвета. Это сделано для сортировки отходов. В одном сухой мусор, бумага, пластик, стекло. Все, что может быть использовано, как вторсырье. В другом пищевка и другой мусор. Преимуществ данных контейнеров несколько. Помимо того, что они защищены от осадков, от проникновения птиц и животных, мы решим вопрос со случайным мусором, который разносится ветром. Также мы избавимся от такой проблемы, как переполненность контейнеров после выходных дней. Данный контейнер устроен таким образом, что мусор под собственным весом начинает трамбоваться, что позволяет сэкономить примерно 20% площади, занимаемой контейнером. Помимо того, контейнер вмещает в себя 5 евроконтейнеров. Новых площадок в Новом Городе пока три. Все они около новостроек, которые по большей части еще не заселены. Так что мало кто из жителей успел оценить удобство. Однако все, кого мы встретили, довольны. Птицы нападают же на эти, все они разбрасывают везде. Вот и все. А тут лучше. Такие нужны они. Это все хорошо, но есть один большой нюанс. Региональный оператор отмечает, что с вывозом отходов из таких баков могут возникнуть проблемы. Изучив опыт работы по эксплуатации таких контейнеров в других регионах России, я могу назвать несколько причин, по которым мы с осторожностью относимся к такой технологии. Ну, например, на подобной площадке невозможно разместить крупногабаритные отходы. Или подобная технология требует приобретения минимум одной единицы специальной техники с манипулятором, стоимость которого дороже на 1-2 миллиона рублей, как в цене обычного мусоровоза. Сложность сбора отходов в холодное время года. Зимой из-за мокрых отходов происходит примерзание выдвижных частей контейнеров. Манипулятор часто ломается. В единичном экземпляре техника для вывоза у рекоператора есть. Однако становится понятно, а такие контейнеры пока эксперимент. О повсеместном использовании речи не идет. Ольга Пырочкина, Игорь Зверев, Республика. Итоги года подводят в Республиканском чрезвычайном ведомстве. Пожарно-тактические учения прошли в здании одного из столичных театров. Подробнее в нашем сюжете. Внимание спасателей в этот раз привлек театр оперы и балета. Объект один из самых сложных, поэтому, наверное, мы его и выбрали на конец года, для того, чтобы такое учение провести, оценить ситуацию, оценить и проверить действия наших подразделений. Проверить готовность администрации этого объекта, потому что в ближайшее время начнутся новогодние празднования, и здесь ежедневно фактически будут проводиться детские елки. По легенде, возгорание произошло в 10 часов утра за кулисами сцены при проведении сварочных работ. В здании театра в тот момент все так же условно находилось 26 человек. Самостоятельно выбраться они не могли. На место условного чрезвычайного происшествия незамедлительно прибыли 13 единиц техники и около 100 человек пожарных. Все условные пострадавшие были спасены и переданы дежурившим бригадам скорой помощи. Пожар удалось локализовать и потушить. На самом деле здесь по третьему рангу приезжают все подразделения города, то есть это самый сложный ранг пожара, и, соответственно, все подразделения сюда прибыли. Ну и кроме этого вызван резерв из соседних, из Новочебоксарска на защиту города приехала одна машина, из Кугеси одна машина приехала. Напомним, что в рамках проведения операции «Новый год» Государственный пожарный надзор внес в театр оперы и балета в список объектов, имеющих нарушение пожарной безопасности. Согласно предписанию, все недочеты руководства театра должно устранить в кратчайшие сроки. А теперь не об учебной ситуации. Вечером в Чубоксарах горел столб опоры освещения. Пожар произошел в районе перекрестка улицы Гагарина из проспекта Ленина. На данном столбе множество проводов, в том числе контактная сеть городского транспорта. Судя по всему, произошло короткое замыкание. Пожарные оперативно прибыли на место. В результате ЧП никто не пострадал. Затруднений движения на данном участке дороги не было. 11 школьников из Чувашии одержали победу в первой олимпиаде кружкового движения национальной технической инициативы. Заявки на участие в соревнованиях подали школьники из 84 регионов России. В первом туре они выполняли задания онлайн. По итогам заочного тура в финал вышли 1200 участников. Чувашская республика вошла в топ-10 регионов по количеству победителей. Школьники-финалисты состязались по пяти направлениям, связанным с развитием технологий будущего. Победители-семиклассники смогут попасть в финал олимпиады кружкового движения НТИ, пройдя всего один отборочный этап. Победа в ней дает 100 баллов ЕГЭ по одному из предметов. Всех победителей пригласят на форум «Россия – страна возможностей» в 2020 году. Проект «Родители 3.0 особенный» – Центр образования и комплексного сопровождения детей, выигравший грант на его реализацию в этом году, тщательно готовил заявку, понимая, что реализовать его будет непросто. Ведь в его рамках специалисты хотят не просто помочь семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья, но и увеличить количество желающих взять их под опеку. У Натальи Геннадьевны трое детей. Казалось бы, кому, как немногодетной матери, знать, как их растить, как воспитывать. Но нюансов так много, что квалифицированная помощь специалистов очень кстати. Хотя девочка в семье с малого возраста, вопросы возникают постоянно. Вот сейчас родители решают, куда отправить учиться дочь после начальной школы. Нам теперь порекомендовали все-таки на дистанционном обучении, что это лучше для ребенка, что индивидуально с каждым ребенком занимаются. Пока родитель получает необходимую консультацию у специалиста, с пользой время проводит и ребенок. Дефектологи, логопеды и психологи проводят занятия по социализации таких детей. У Вики сегодня занятие у логопеда. Я занимаюсь с детьми с 1 по 11 класс. Ведется артикуляционная гимнастика, то есть постановка звуков, автоматизация, дифференциация звуков. От 20 до 40 минут. Занятия короткие и проходят в легкой игровой форме. Детям это нравится. Какой звук слышим? Колобок. Л или Р? Л. Молодец. Работа идет и дистанционно. Для этого закупили 38 новых ноутбуков. Так специалисты оказывают квалифицированную психолого-педагогическую, методическую и консультативную помощь родителям и законным представителям. Проект «Родители 3.0» – это проект третьего поколения, ключевая задача которого – комплексная помощь родителям особенных детей. Мы закупили ноутбуки, на которые установлены справочно-информационные системы для того, чтобы консультант мог своевременно, оперативно получить наиболее актуальную правовую информацию по запросу. Мы планируем оснастить 31 консультационный пункт, который находится на всей территории Чувашской республики. В любой из этих пунктов желающие смогут записаться через информационный портал. Ежедневно 45 консультантов оказывают около 40 тысяч услуг. Наиболее удачные инновационные методики находят отклик. Наталья Мальчикова, Борис Андреев, Республика. На национальном телевидении Чувашии подвели итоги большого проекта – 550 кадров, посвященного юбилею Чебоксар. Уникальные фотографии на фоне любимой столицы и письма с удивительными историями людей приходили из разных уголков республики и страны. Из 50 историй финал прошли 13 участников. Подробности у Ольги Алексеевой. Удивительные судьбы. Незабываемые истории людей из самого города Чебоксары. Проект 550 вернул нас в прошлое и позволил сравнить, каким был и каким стал город. Вот это у меня рабочая лошадка была. Зенит, есть зенит. Удобно, классно. Красиво снимает. Звук вообще классный. Мне нравится. Вот слушаем. История семьи Никифоровых стала первой в проекте 550 кадров и многим запомнилась благодаря большому количеству уникальных снимков старых Чебоксар. Виталий Никифоров первым получил и почетную грамоту финалиста. Регина Антонова в проект попала благодаря трудам своей мамы, Алевтиной Егоровой, которая всю свою жизнь посвятила изучению столицы, его улиц, зданий, памятников. Многие узнали мамин фотографии, увидели, посмотрели. Значит, ее труд был не напрасен. Такой интерес к ретрофоту сподвигнул меня купить пленочный сканер. Пленок еще у меня много. Кроме этого, пару человек позвонила и попросила сканировать их личные фотографии из архивов. Те, которые дорогие им. Может быть, это мое новое дело будет. Поэтому увидите, какой резонанс ваша передача вызвала. Спасибо вам большое. Инна Лялина – художница. В ее альбоме оказалась уникальная фотография пустыря, на месте которого сейчас расположена церковь Святой Татьяны. Впервые, как можно сказать, в жизни я столкнулась с работой нашего телевидения, которая задумала и осуществила очень интересный проект про наш город Чебоксары. 550 кадров. И действительно, заинтересовал этот проект очень многих людей. Понравилась передача тоже многим. И я думаю, она, в общем-то, и будет всегда напоминать нам об этом проекте. Клара Единична-Груздева в советские годы работала с Андрианом Николаевым. В ее архиве сохранилась фотография встречи космонавта номер три на вокзале столицы. Таким образом, жители Чувашии узнали, каким были железнодорожные ворота Чебоксар в 60-е годы. Показали людей вы. Не столько руководящих, но и показали среднее звено. Ветеранов, рядовых людей показали. А вы показали человека в этом году изнутри. Вот мне показалось. Изнутри. С его рассуждениями, сомнениями. И мне кажется, что вот это очень-очень здорово. Очень здорово. Спасибо большое. Я вашему составу желаю всего самого доброго. Чтобы вы дальше работали на республику. Людей показывали. И через людей вы прославляли республику. Каждая из историй участников проекта 550 кадров уникальна и удивительна. Каждая фотография подтверждает неразрывную связь города и его жителей. Ольга Алексеева, Павел Иритков, Республика. В столице Республики завершаются последние приготовления к главному зимнему празднику. Наша съемочная группа побывала на основных новогодних площадках. Наступающие новогодние каникулы будут немного короче. Рабочая неделя начнется уже с 9 января. Поэтому городские парки решили начать праздничную программу пораньше, с 28 декабря. В связи с реконструкцией Красной площади, центральной площадкой встречи Нового года станет парк Амазония. С предпраздничной субботы здесь начнут работу интерактивные развлекательные площадки. Сказки будут проходить в ежедневном режиме с 15 часов до 17 часов. Поэтому добро пожаловать. Представление будет интересно с большим количеством сказочных аниматоров. Ну и конечно с персонажами русских сказок. Готовы к приему гостей и главная резиденция Чебоксарского Деда Мороза. Дети и взрослые смогут прийти к сказочному волшебнику и загадать самое заветное желание. Для любителей покататься на коньках в этнопарке Амазония будет работать самая большая ледовая площадка в городе. Помимо центральной площадки, новогодние программы ожидают чебоксарцев и в других парках. В Лакреевском лесу юные чебоксарцы смогут прокатиться на собачьих упряжках. В детском парке Николаева в этом году впервые в городе будет работать раздельный каток для детей и взрослых. Также здесь можно будет посетить зооуголок и мастер-классы в доме снеговика. Традиционным местом встречи Нового года для большинства жителей Новоюжного района станет площадка у торгового дома Шебашкар. Дорогие чебоксарцы, приглашаем, ждем и надеемся, что все смогут посетить и насладиться новогодним настроением вот в таких прекрасных площадках. Желающие встретить Новый год на одной из этих площадок могут смело планировать поездку. График движения общественного транспорта в новогоднюю ночь будет скорректирован. Богдана Дойникова, Борис Андреев, Валерий Рязюков, Бахтияр Вилеев, Андрей Спиридонов, Республика. В Чебоксарах прошел юбилейный 30-й фестиваль композиторов Республик по Волжье и Приуралье. Событие было посвящено столетию Чувашской автономии и объединило любителей музыки разных народов. На сцене музыкального училища Чувашская государственная академическая симфоническая капелла как образец воплощения замысла композиторов. Детские хоровые коллективы с этой задачей тоже справились на отлично. Хор Соловушки многократный победитель международных конкурсов. Музыку на известное стихотворение Самуила Маршака написал композитор Анатолий Тихомиров. На фестивале он представил и свою одночасную симфонию. Для окружающих эти фестивали очень важны, поскольку в них звучит новая музыка. Мы открываем новые имена композиторов. Там и молодые, там и опытные композиторы выступают. Конечно же, мы должны знакомиться с своей родной музыкой, потому что много выступает из Чуваши композиторов. Это нас обогащает. В рамках фестиваля прошли три концерта. Хоровой музыки, камерной и симфонической. Зрители прослушали мелодии композиторов из шести республик. Башкири, Удмурти, Мариэл, Мордовии, Татарстана и, конечно, Чувашии. Имели возможность сравнить мелодии разных народов. Мария Шоклева, Юлия Адюкова, Андрей Шоклев. Республика. В Москве дождь. В ближайшее время он может прийти и в Чувашию. Столбики термометров поднимутся до плюс двух. Из осадков ожидается снег, переходящий в дождь. Местами переохлажденный дождь, сообщает портал погода21.ru. Порывы ветра могут достигнуть 17 метров в секунду. Зимняя погода вернется к концу недели. Температура воздуха опустится до 3-5 градусов мороза. На дорогах образуется гололедица. Прогнозы на 31 декабря и 1 января носят пока предварительный характер. По ним в новогоднюю ночь ожидается 5-10 градусов мороза. Также накануне Нового года Атлантический циклон принесет снегопады. Это все новости к этому часу. Я с вами прощаюсь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова